И действительно, я хочу поблагодарить за то, что меня пригласили выступить в данной презентации. Для меня это огромная честь, огромное удовольствие. В моей презентации я буду говорить о роли стереотоктической радиотерапии при ранних или поздних стадиях рака предстательной железы. Я приехал из Польши, из Познани. Может быть, вы знаете, где находится Познань. Она располагается в западной части Польши, между Варшавой и Берлином. 300 километров от Варшавы до Польши. Извините, да, Познани. Я работаю в данном центре. Это центр, ведущий центр. В год мы пролечиваем приблизительно 5000 новых пациентов с помощью радиотерапии, плюс 1000 пациентов. Мы являемся основным медицинским учреждением, которое лечит данных пациентов. С населением нашего города более 3000 миллионов человек. В Познани у нас имеется 8 терапевтических машин, 8 ускорителей и также устройство кибернож. Также мы открываем сателлитный центр в Калиш, в городе Калиш, недалеко от Познани, где также имеется ускоритель и еще один центр в Пиво, 100 километров от Познани. Также мы открываем вот этот сателлитный центр. Может быть, в будущем это будет центр, который предоставляет услуги по протоновой терапии недалеко от Кракова. Рак предстательной железы в Польше является определенным вызовом для системы здравоохранения, а также для нас, для клиницистов и радиологов. Мы видим увеличение с 2005 года количества случаев рака предстательной железы до 20 тысяч новых случаев каждый год диагностируется. И сейчас, в 2016 году, данные показывают, что увеличение приблизительно составило 14 тысяч. Это огромная проблема при лечении рака предстательной железы в нашем городе и в нашей стране. Это данные исследования Конкорд, которые показывают период выживаемости в нашем регионе, где я живу. Здесь видно, когда мы начали эту оценку, в 1995 году, в 1999, уровень процентов выживаемости рака, больных с раком предстательной железы – 47%. И в 2005, в 2009 году до 76,5% увеличение продолжительности жизни составило 29%. И если мы сравним это с другими странами, такие же Канада, Финляндия – существенная разница. Когда мы посмотрим, например, данные из Дании, где система здравоохранения очень высокого уровня, они практически начали с такой же цифры – 46,4%. Но затем, в 2005 году, в 2009 году практически составила эта цифра – 77,2% плюс 38%. Результаты существенным образом улучшились по сравнению с предшествующими годами. Что касается лучевой нагрузки в радиотерапии, это существенный момент, на который необходимо уделять внимание при лечении рака предстательной железы. Когда мы увеличиваем дозу, мы увеличиваем также вероятность контроля за опухолью. Во многих случаях при радиотерапии мы используем небольшие лучевые нагрузки 60 грей в результате из-за неэффективной локализации самой предстательной железы. Мы облучаем дополнительно достаточно большой объем нормальных тканей, поскольку невозможно увеличить дозу в данном случае. Когда мы изменили планирование нашего лечения, и мы перешли от техники 2D на 3D, и ввели данные компьютерной демографии МРТ, контроль, мы увеличили объем, мы уменьшили тот объем тканей, которые попадали под облучение. 2D техника мы облучаем, с помощью техники 2D мы облучаем приблизительно 55% доза, которая предназначена для облучения прямой кишки. 3D – это 30% и дальше снижение при использовании МРТ. Также мы видим статья, которая была опубликована в 2001 году. Это конформатное облучение 3D. Мы видим, как произошло снижение токсичности, особенно в отношении прямой кишки. Это открытое окно для увеличения дозы, которая является очень важным фактором. Здесь мы видим различные примеры рандомизированных клинических исследований. Фаза третья – интенсивность дозы, увеличение дозы, также увеличивает свободу, так сказать, от биохимической неудачи. Если мы посмотрим, как происходит во время облучения, если у нас имеется пациент, стабильный пациент, у нас мы наблюдаем движение предстательной железы. Могут быть определенные ситуации, когда простата стабильная, но мы видим перемещение в различных направлениях и по различной оси. Также мы обнаружили интерфракционное движение во время курса радиотерапии. И так называемую методику IJT – это имидж, обусловленную радиотерапию. И вот эта методика IJT снижает ректальную токсичность и токсичность в отношении кровеносной системы. Гипофракциональная техника, которую мы сейчас внедряем в нашей клинике при лечении рака предстательной железы, должно быть 1,5 или 1,0. Вот такие данные мы сейчас используем на основе клинических исследований. Высокодозная фракциональная радиотерапия снижает время облучения, более удобно для пациента, менее дорогостоящее. И результаты мы оцениваем сейчас, действительно ли мы получаем лучшие результаты от этой терапии или нет. А также необходимо говорить о том, что пациенты должны приезжать в наш центр. И некоторые пациенты живут в отдаленных районах до 100 километров. Им необходимо преодолевать это расстояние. Кроме этого, при применении высокодозной фракциональной радиотерапии мы можем изменить лучевую нагрузку. И мы оцениваем различные биохимические механизмы. Если мы говорим о кибернаже, это оборудование, которое я раньше вам показал, мы используем фракционную дозу составить 7,25 грей, умноженное на 5. А общая доза составит 36,25 грей, а BD – 168 грей. Достаточно хорошая доза. Конечно, мы можем использовать другие техники для СБРТ. Это кибернож, АМРТ, ВМАТ и томотерапия. А также используем IGRT, используем интрафракционные методики, кибернож и линок. Что касается киберножа, кибернож – это методика, она одобрена FDA в 2002 году. И мы приобрели в 2013 году это оборудование, июль 2013. Это та дата, когда мы начали лечить пациентов с помощью такой технологии. Мы оцениваем пациентов. И у нас участвует мультидисциплинарная команда, различные специалисты. Если готовится радикальное лечение, то в такой команде идет обсуждение состояния. Клинические онкологи, хирурги участвуют, радиологи, патологи. И административный координатор, который координирует способ ведения пациента. А вот здесь мы видим увеличение количества пациентов с раком простаты. В 2015 году у нас было 742 пациента, в 2016 – 860, а в 2017 – 223. То есть количество пациентов увеличивается в нашем регионе. Когда мы понимаем, что пациент должен через СБРТ пройти, нам необходимо, естественно, использовать методику использования маркеров, определенных меточных маркеров. Вот одна простата, один пациент, идет в ректальную область введение и использование маркеров. Кстати, вот моя команда. А вот маркеры, которые показаны на снимках во время лечения рака простоты. Мы используем расстояние 5 мм вокруг простаты. В постариальной части мы используем 3 мм. И, конечно, все зависит еще от анатомии пациента. И используем 150 лучей, вот против 5 или 7 лечения занимает 30 минут по сравнению с 5-10 минутами при стандартном лечении. Мы начали терапию в июле 2013-го, как я уже сказала. И до сих пор мы вылечили, пролечили 650 пациентов, которые страдают раком простаты. И в настоящий момент мы собираемся провести промежуточный анализ на предмет ранней токсичности, профиля токсичности показателя IPSS, качества жизни, биохимические и клинические результаты. Вот мы делаем оценку исходного уровня. И затем мы проводим контрольное наблюдение и проводим четкую оценку пациентов, их состояние. И проверяем результаты лечения. Ну, при первом приближении очень хорошая переносимость и очень хороший биохимический ответ у пациентов. У нас есть некие данные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы видим биохимические показатели выживаемости, это 94%, очень хороший результат в течение пяти лет. И в журнале по радиотерапии и онкологии также были опубликованы результаты еще одного эксперимента. Исследовалась безрецидивная выживаемость в течение пяти лет у пациентов с низким риском 95%, с промежуточным риском 84%, с высоким риском 81%. И я думаю, что это действительно очень хорошие результаты. Еще один пример в США, 96%, 89% для низкого, для промежуточного риска, это период времени, здесь 7 лет. А вот это также примеры низкого, промежуточного, высокого риска, 2000 пациентов было обследовано. Если у нас есть такие хорошие результаты, нам нужна андроген-депривационная терапия, мы задаемся вопросом. Ответ. Да, в настоящий момент мы не знаем. У нас есть такая политика, если у нас есть пациент, который не получает андроген-депривационную терапию, то, в общем-то, нужно использовать. Что такое, если говорить об экономических показателях и сравнивать с другими видами лечения и ведения МРТ, СБРТ, сравнивается с HDR-БТ. В Познане, я хочу сказать, и МРТ чуть более дорогое, чем СБРТ при раке простаты в стоимостном отношении. СБРТ имеет ту же самую затрату, как HDR-Лечение. Лечение, ну, на самом деле, лечение проходит буквально 4-5 дней в амбулаторных условиях, и там амбулаторные пациенты. Можем сказать, что стоимость затраты на СБРТ, они сопоставимы с HDR и чуть дешевле, чем АМРТ и радикальная простатоктомия. Когда мы пытались провести сравнение, мы понимаем, что даты из исследований про ТЭКТ очень важны. Результаты были опубликованы в журнале. Это исследование показывает, что радиотерапия, вот она сравнивалась с хирургией, и показалось, что качество жизни лучше после радиотерапии. Поэтому есть серьезные свидетельства. Это доказательная медицина, говорит нам, на основе исследований, что результаты хорошие на протяжении длительного периода. И вот здесь представлены сравнения данных, и мы видим, что сравнение с БРТ, с киберножом, методикой кибернос, HDR, мы видим даже на этом основе, это может быть сопоставимо. По крайней мере, не хуже, чем HDR-терапия для такой группы пациентов. В течение последней встречи, которую я проводила из Увини, я видел постер из Роттердама. Кстати, там очень хороший терапевтический центр, и они оценили приблизительно 400 пациентов с раком простаты средней и легкой степени. Одни прошли терапию HDR, это одна половина, а вторая половина СБРТ с помощью киберножа. И с тем же самым режимом фракционирования. Очень важно, не было разницы в режиме фракционирования, а токсичность была даже лучше для СБРТ, при СБРТ. Поэтому это очень хорошие, ну, и также хорошие результаты, также качество жизни, это тоже очень важный фактор. Кроме выживаемости, нам необходимо рассматривать качество жизни пациентов, и мы видим, что в некоторых случаях, когда мы сравниваем с хирургическим вмешательством, конечно, не было рандомизированных исследований, но была оценка, вот, не было рандомизированных когортных исследований, но мы понимаем, что СБРТ является хорошей технологией, это очень технология. И, так сказать, в руках опытной команды, это хороший инструмент. Здесь мы видим окончательные слайды, которые показывают уровень качества жизни. И вот на конференции Сан-Франциско говорилось о том, что качество жизни после СБРТ, в общем-то, достаточно высокое. То есть, ребята, вот, после хирургии, брахитерапии и СБРТ можно использовать в качестве буста при высоком риске заболевания раком простаты. И, ну, соответственно, вот, можно использовать WPRT 45 грей плюс бустерная доза СБРТ 3 на 7 грей. Вот, или буст в сочетании СМРТ можно использовать. Но результаты показывают, что это может быть определенной опцией. И в настоящий момент без клинических исследований, конечно, тут нельзя в точности, так сказать, опираться. Еще было проведено одно исследование ПЭИС, рандомизированное масштабное исследование, где пытались провести оценку и сравнить радикальную простатэктомию с роботоассистированной, и затем СБРТ с кибер-ножом, именно с теми самыми дозами лучевой нагрузки, которыми в Познане. И если пациент не является кандидатом для хирургии, он идет в исследование B, где СБРТ сравнивается с АМРТ технологией. Но результаты лечения ожидаются только в 2025 году, поэтому нам необходимо подождать для получения окончательной оценки и результатов этого клинического исследования. Еще одно клиническое исследование, РТОК-0938, фаза вторая, где была рандомизация. Значит, были использованы стандартные режимы фракционирования. И вот еще один режим, который показан здесь. Будет очень интересно посмотреть результаты этого исследования. Здесь мы видим, что происходит в Познане. В течение последних двух десятилетий мы начали радуотерапию. В 1996 году мы начали использовать технологию 3D, объемные визуализации, затем АМРТ, а теперь мы используем в основном АЭГРТ, СБРТ на основе кибернажа. В некоторых случаях мы к томографии прибегаем. Поскольку я... Так, не работает переключение. Я пропущу некоторые слайды. Это пример моего пациента, который прошел стандартную радиотерапию в 2002 году, и в 2004 ГРЭ, тогда была дозировка такая использована. Вот это стандартный режим фракционирования в Познане. Но, к сожалению, в 2014 году биохимический рецидив, ПСА-3,2, мы использовали МРТ плюс ПЭТ-КТ, потому что были подозрения на очаг в простате без метастаз, поэтому мы прибегли к биопсии, и выяснили, что там аденокарцинома простаты GSC. И здесь мы использовали лечение спасению с использованием кибернажа. Общая лучевая нагрузка 35 грей. Вот, пять раз по 7 грей. И мы также... Здесь мы использовали четыре фракции по 7 грей для простаты, и последнюю фракцию подвели к видимому очагу рецидива. И на ПЭТ-МРТ мы использовали ПЭТ-МРТ технологию также. И в массе... Да, кстати, приносимость СБРТ была хорошая. В острой и поздней фазе в марте 2017-го мы не наблюдали никакой биохимической прогрессии. Очень хорошие результаты. Еще один пример. Пациент после лечения метастазирующего рака спинального. Вот, мы использовали технологию ПЭТ, технологию визуализации. И подвели три раза по 8 грей. Еще один пример использования СБРТ. Там были метастазы в тазовой области. Общая доза 30 грей, 5 фракций по 6 грей. Была использована, по моему мнению, СБРТ. Очень хороший инструмент, особенно на ранних стадиях рака простаты, и также при метастазирующих заболеваниях. Мы знаем, у нас существует такое явление, как олигометастазы. В 1995 году Хельман и Вайсельбам говорили о пациентах, которые имеют отдаленные очаги в ограниченных локализациях, менее 5. И я пропущу этот слайд. Может быть, на этой стадии заболевания можем поменять курс и пролонгировать период выживания, прежде чем заболевание перейдет в полиметастатическую фазу. Но проблема заключается в том, что... Здесь видно пример разницы между олигометастатическим заболеванием и полиметастатическим заболеванием, диффузным заболеванием и выживаемость при раке простаты. Если у нас имеется небольшой объем заболевания, то понятно, что длительность выживания у пациентов увеличивается. В нашей клинической практике мы используем... видим все чаще и чаще таких пациентов, потому что очень часто мы используем ПЭД, КТ, МРТ, сканирование костей для того, чтобы определить, какую терапию необходимо пациентам назначить. Конечно, АДТ, антиадреногенная терапия, химиотерапия, это является золотым стандартом. Также мы рассматриваем вопросы хирургического вмешательства, радиотерапии, АМРТ и стереотоксической радиотерапии, СБРТ. Это моя преференция. Очень многие факторы играют роль при принятии решения. Нам необходимо знать и помнить, что олигометастазы это гетерогенная группа пациентов, поскольку мы используем различные методы обнаружения, диагностические методы, различное количество метастазов различных регионов, один, три или пять метастатических поражений. Также возникают новые проблемы, которые мы видим сейчас. Нам необходимо определение, нам необходимы рандомизированные клинические исследования, лучшие диагностические средства. Если даже мы используем ПЭД на PSMA, все равно существует большое количество вопросов. Стандарты лечения. Мы можем использовать радиотерапию в случае, если у нас имеется метастаз в малом тазу Н1 или М1 в костной ткани. Мы можем использовать радиотерапию, особенно если, например, болезненные метастазы в кости, сопровождающиеся болевым синдромом. Также мы можем использовать Н1 или Н1 радиотерапию. А что еще интересно, мы знаем, что стереотоксическая радиотерапия СБРТ, а мы понимаем, какой ответ мы ожидаем от пациента. Так называемые абскопальные, плюс соединение или комбинация СБРТ плюс иммунотерапия. Различные. Один из очень элегантных примеров, который был опубликован в 2012 году в медицинском журнале, это женщина с меланомной. После хирургического вмешательства была обнаружена диссеминация опухоли. Во время лечения импелемов, это новый класс иммунотерапии, появились болевой синдром в области позвоночника, было обнаружено метастатическое заболевание, и пациентка была направлена на радиотерапию для проведения палеоактивного лечения. Только вот в этой зоне была обнаружена метастаз, она получила СБРТ, 8 ГРЭИ, после вот этого лечения вот эти отдаленные метастазы сморщились, уменьшились в своем объеме. И был абскопальный ответ на данную терапию. Радиотерапия увеличивает презентацию антигена, активируют дендритные клетки, и когда мы комбинируем новый класс иммунотерапии с радиотерапией, мы получаем серьезные преимущества. Это было исследование на модели с животными, получены были также данные в результате клинического исследования, но на небольшой группе пациентов. Здесь мы видим примеры пациента, метастатические метастазы, рак простаты, дозы таксел, затем рандомизированные, пациент 1,5 метастазов кости, затем или лечились эпилимумаб или плацебо. Сейчас мы еще ждем данные других клинических исследований. Нам нужно помнить, что диагностика дистальных отдаленных метастазов очень важна, когда мы пытаемся определить, является ли это заболевание олигоменостатическим или полиметастатическим. Олигометастазы не являются системными метастазами в случае рака. Может быть, мы можем предотвратить системную прогрессию и увеличение стадии заболевания. Агрессивное лечение в данном случае также может принести прекрасные результаты. В конце концов, можно сказать, что СБРТ также эффективна, как и АМРТ, брахиотерапия, протоновая терапия, даже радикальная простатоктомия. И даже в некоторых случаях это может быть лучшая терапия, поскольку мы ожидаем низкий профиль токсичности, и лучшее качество жизни. Конечно, короткий курс, неинвазивное лечение по сравнению с хирургическим вмешательством или брахиотерапией. Более удобное для пациентов и, может быть, более дешевое, чем АМРТ. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня несколько вопросов. Какой край вы используете в раке простаты средних степеней или высокого риска? Я не говорю, я говорю о переднем и заднем крае при использовании стереотоксической терапии. А вы используете СБРТ у пациентов с высоким риском? Я попытаюсь ответить. Со второго вопроса. Мы не используем СБРТ как монотерапию, потому что это не является стандартным лечением. То же самое, как и брахиотерапия. Существуют определенные ситуации, которые мы, когда мы используем три, четыре, пять, но когда пациенты отказываются от радикальной простатоктомии, от наружной лучевой радиотерапии, когда у нас возникает дилемма, или лечить с помощью СБРТ только, и плюс-минус антиадреногенная терапия, и когда пациенты получают информацию в отношении данного исследования, когда им говорят, что это не является стандартом лечения, это пока лечение, которое находится на уровне клинических исследований. И мы объясняем, как можно пролечить данную стадию заболевания. Вы спрашиваете о... Вы спрашивали? Я не знаю, какая компания, вот эти вот маркеры, ну, метки. А два маркера, или две марки, которые соединяются друг с другом. Мы делаем это без анестезии, даже без местной анестезии. Мы используем специальные рекомендации для пациентов, как устанавливать эти марки. Пациенты получают антибактериальную терапию до данной процедуры и после. Мы увидели, что группа три пациента с раком простатов. Практически процедура оказалась амбулаторной, безболезненной, с очень низким риском воспалительной реакции. А какой край, передний и задний край? Три миллиметра. Три миллиметра с задней части прямой кишки. Вот задней части прямой кишки. с помощью СБРП вы какую-то бустерную терапию проводите, а если да, то какую дозу? Вы спрашиваете о стандартах, стандартных дозах, если пациенты высокой группы риска? В первой фазе мы облучаем весь таз. Если, например, большие лимфатические узлы внутри, то есть если имеются метастазы в лимфатические узлы, как вы поступаете? Да, возможно использовать бустерную СБРТ, если большие лимфоузлы с метастазами находятся, но проблема заключается в следующем, как локализовать эти лимфоузлы, поскольку имеются ограничения для использования СБРТ, СБРТ имеет недостатки в этом плане. Когда вы не видите ткани, вы видите только, например, металл или кости, а лимфоузлы, если они слишком близко располагаются к поясничному части позвоночника, мы используем поясничную часть позвоночника как маркер, как маркер. это не очень хорошее решение для пациента. Мы используем стандартную бустерную АМРТ в этом случае. К сожалению, не слышно вопрос микрофон. К сожалению, непонятно по какой причине по техническим. Ну, плоховато слышно. Попробуем. Вот сейчас немножко получше слышно, чуть-чуть получше. Чуть-чуть получше. Вот, хорошо, спасибо. Спасибо большое за вашу лекцию. Полгода назад десятилетние результаты исследования протект были опубликованы и не было никакой разницы определено между радиотерапией и хирургическим вмешательством. С вашей точки зрения, это последний окончательный аргумент в пользу радиотерапии по отношению к хирургическому вмешательству на сегодняшний момент. Аргумент для радиотерапии заключается в следующем. Мы можем обеспечить большую меньшую токсичность и улучшить качество жизни для пациентов. Все пациенты, которые мы наблюдаем и у которых имеются противопоказания для анестезии или хирургического вмешательства, мы используем эту опцию. Также, например, для пожилых пациентов без даже противопоказаний для хирургического вмешательства и анестезии. Пожилые пациенты имеют большое количество сопутствующих заболеваний. Мы знаем, что возраст пациента с возрастом количество сопутствующих заболеваний увеличивается у пациентов и переоперационная смерть, побочные эффекты после радикальной простатоктомии увеличиваются. Например, СБРТ очень привлекательный метод лечения и конкурентный метод по сравнению с хирургическим вмешательством, поскольку мы используем 5-4 фракции 5-4 дней лечения. Это очень удобно для пациента. Для пациентов по сравнению, если пациент будет идти на большую операцию. Еще следующая проблема после хирургического вмешательства – это процент недержания, достаточно высокий по сравнению с радиотерапией. Побочные эффекты необходимо учитывать, и это в пользу лучевой терапии. В Польше у нас большая дискуссия проходит с урологами в отношении группы высокого риска, потому что если оперируют пожилых пациентов или такие тяжелые подгруппы пациентов. Счастливого пути!